Здарова, корова! Сегодня у нас экстренный выпуск, так сказать, выпуск молнии. Дело в том, что, ну вы знаете, у меня в Кантаче есть, ну у нас, да, есть такая, есть группа, называется Сергей Шпак Аквариумы, но суть в том, что это аквариумный клуб, и там есть завсегдатый Артем Пивоваров, он хороший специалист, работает в Тольятти, но сейчас не об этом, а о том, какой коммент он оставил душераздирающий, об этом надо было просто-напросто давно сказать уже, ну озвучить, да, все знают, но ведь что-то молчат, сейчас я вам прочитаю. Мне вот дико доставило, я дальше расскажу, почему. Читаю. Собственно, я отказываюсь от дальнейшей работы с как минимум прозрачным Кемлюкс 9013, скорее всего, и с черным, и с 11-м, это невозможно, все швы пошли пузырями, все, баночка нифига не 40 литров, почти полтона из 15-го Птивайта, герметик даже до половины просохнуть не успел, везде пузыри, везде, блядь, трещины, белые облака, короче, полнейшее говно. На черном 13-м вообще длинные пузыри вытягиваются по швам в процессе сушки, при том, что ни сквоздяков, ни движения аквариума нет. Вот. Дальше идет тут, ну вы можете там по ссылке перейти, посмотреть в группе, там идет такое плотное обсуждение, но суть в чем, я свое мнение хочу тоже озвучить, раз у меня есть такая возможность. Это большая проблема с этими пузырями, дело в том, что кроме самой технологии склейки, да, когда у тебя не должно быть температурных каких-то колебаний, не должно быть сквозняков там и так далее, в самих пузырях мы тоже, я почему так меня это задел, потому что мы тоже клеим 13-м герметиком этим хюлюксом, там в самих тубах, вот, да, новенькие тубы с завода мы берем коробками, то есть это даже там, ну, не вина перекупщиков каких-то, да, мы берем прямо с завода, там в самих тубах пузыри, то есть что это происходит? Ты качаешь, неважно, электропистолетом, пневопистолетом, ты качаешь, и где-то в последней третьей герметика у тебя огромный пузырь идет, и после него еще там всякая срань. Ну, то есть это очевидно, бывает целая коробка такая, то есть вот в коробке 25 штук, и очевидно, это брак то ли фасовки, то ли производителя, ну, скорее всего, я думаю, что это брак фасовщиков, что у тебя в каждом баллоне идет этот пузырь, вот, что хотел бы поделиться с вами, как с этим можно жить и бороться? Ну, самое, что простое напрашивается, не докачивать тубы до конца, ну, мы так и делаем, у нас остается куча этих хвостов, то есть мы используем две трети тубы, а треть обычно там на какие-нибудь второстепенные работы, типа, там, ну, плюшки приклеить, дно, вон, Вадим мне подсказывает там, вот, ну, такое, да, где даже и будет этот пузырь, в общем-то, срать, вот. Вот, и еще очень важно, делайте стабильную температуру, то есть если в мастерской, это вообще проще простого, если вы на объекте работаете, то закрывайте все окна, пишите вот такими жирными буквами, что окна не открывать. Можно еще, вот еще мы ставим вентилятор, чтобы он перемешивал воздух и как-то более-менее, ну, равномерно распределял вот эту вот температуру, потому что часто получается, особенно если стекла большие, длинные, у них коэффициент вот этого температурного расширения, да, из-за него, из-за большой площади стекло прям физически меняется в размерах, из-за этого тоже сильно трескается, поэтому следите за этим. Вот, забавно, о чем я хотел рассказать в первую очередь, да, поделиться с вами этим. Если интересно присоединиться к обсуждению, приходите в Контач, я там, к сожалению, в последнее время нечастый гость, мне что-то разонравилось там, но можете там присоединиться. Вот, рад был с вами повидаться, пишите сисьмо мелким почерком, пока. Что еще я не сказал? Ну, насчет разонравилось не надо было, потому что сразу влияет на группу, типа, ну, такое, знаешь, мнение сразу. Да, ну, потому что ВКонтакт превратился в помойку, блядь. Не обязательно об этом говорить. Ребята, да. Ведь многие же не считают так. Вот, я вам советую, ВКонтакт превратился в помойку. Просто, блядь, переходите, ну, мы с Вадимом, да, сейчас это обсуждаем. Помойка, не сидите там, пишите комменты на ютубе, там, пишите, там, в личку, в инстаграмчик пишите. ВКонтакт это просто, так, короче, ВКонтакт это, блядь, как герметик 9013, вот, примерно, то же самое. ВКонтакт ВКонтакт ВКонтакт